Сегодня, друзья, секреты и пасхалки в игре The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition. Всем привет, меня зовут Сагирай Иван, это мой канал Мистер Кэт. Давайте начинать. Как-то давно не было секретов и пасхалок, да, друзья? Ну что ж, я сейчас на высоком Хродгаре, и эту вещь, этот секрет или пасхалку мне прислал Дмитрий Жарков. Или Жарков, извините, если прочитал неправильно твою фамилию. Отправляемся по вот этой вот дорожке, ну помните, к Партурнаксу. И тут нужно использовать чистое небо, чтобы этот туман рассеять. И нужно немножко, немножко пробежаться. Вот здесь. Я думаю, в моем сообществе вы видели скрин. Который я сделал вот такой вот. Да. И на самом деле мы уже пришли. Вот тут у нас мостик, и нам нужно нырнуть вниз. Аккуратненько спускаемся. Оп. Спустились вниз. И не спеша двигаемся, двигаемся, двигаемся. И, друзья, смотрите. Тут у нас вот такой вот столовый набор. Я не знаю, почему, к чему это. Реально столовый набор, который мы можем найти. И эти вещи довольно редкие. Потому что у меня было один раз видео в секретах Скорима. Ну, я сейчас выставлю ссылку там. Самый скоростой Довакин. Смотрите. Ну, что это может быть? Представьте, в горах. Чёрти где. Спрятана вот такая вот пасхалочка. Что она может... Я даже не могу представить, что это может быть такое. Друзья. Если использовать предметы, то взять нельзя. Но я заметил, знаете что? Если взять магию разрушения. Вот, пламя, например. И использовать. То, честно говоря, не знаю, куда вилка улетает. Но нож мы можем взять. И использовать. Вы представляете, сколько всего невиданного? Я думаю, мало кто находил этот секрет. Мало кто. Потому что, ну, такое заметить на самой огромной горе в Скайриме. Я думаю, не каждый сможет. А представьте, сколько ещё тут всего интересного. Вот такая вот маленькая первая пасхалочка. Идем дальше. Следующий секрет, друзья. Мне подсказал Александр Плеханов. И я не знал, что так можно делать. И, честно говоря, подобалдел. Может быть, и вы не знаете. Смотрите. Вот, например, вы играете за мага. У вас есть какие-то вещи. Одежда. Я взял амулет Саваса Арина, который увеличивает магию на 50 единиц. И обруч мага на 70. Берём, ставим на билд кнопочка F. И амулет, кнопочка F. Теперь выставляем это всё на кнопки. Единичка и двойка. Теперь смотрите интересную вещь. Когда вы используете магию... Магия сжигается, сжигается, сжигается. Ну, во время боя она очень медленно восстанавливается, да? Ну всё. Магии нет. И смотрите, друзья. Если вы быстро... Добавляете вещь, то эта вся магия резко восстанавливается. Вы понимаете? Смотрите, закончилось. Открыли. И она восстановилась. А если вы хотите, чтобы в два раза больше, просто нажимаете на единичку и двойку. И восстанавливается то количество магии, сколько в наших предметах. Вы представляете? Я был в шоке, друзья. Мне кажется, это какой-то старенький секрет, но я этого не знал. Таким образом, можно просто кастовать бесконечно магию. Даже если в начальных уровнях, например, капюшон ученика, который добавляет 30 маны, можно так бесконечно использовать. Ого, друзья. Я считаю, это нифига себе какое преимущество. Между прочим, это работает на всём. Если вещь добавляет жизни, то у вас так же само добавляются жизни. Если вещь добавляет выносливость, то у вас так же само добавляется выносливость. Это что-то невероятное. Лично для меня, это нифига себе какое открытие, друзья. А для вас? Напишите в комментариях. Ну всё. Дальше. Следующая интересная пасхалка, друзья. У нас находится вот здесь. Логово Плута. Ну что, друг? Привет. Какое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище? Ну ладно. Палим, палим. Ах, он сгорел. Заходим. И здесь. И здесь, друзья. Так, стой. Нет, дорогой. Ого. Ставим лог. Сгорай, дорогой. Да. Друзья, здесь легендарная пасхалка. Вот. Смотрите. Вот. Казалось бы, просто манекен и сверху яблоко, да? Нет, друзья. Это пасхалка к фотографию Тайлер Керк. Точнее, к этому мальчику, которого убили. Да. Специально снизу я добавлю ссылку на эту статью. Вы можете почитать. Эта ситуация вообще какая-то шоковая. Ребята решили пострелять из лука и сделать рекламную фотографию. Но в результате что-то у стрелка пошло не так. И он выстрелил мальчику прям в лоб. Вот это реальная фотография, друзья. Которая просто многих до сих пор шокирует. И реально пасхалка к этой сцене. Друзья, я сейчас на Солдсхейме. Карта мира. Вот Тельмитрин. Вы как только сюда придете, вам нужно будет простое задание Теллоса выполнить. Это побороть его пепельного стража. И здесь вы можете купить у него невероятную уникальную магию. Что-то есть на продажу. Я так понимаю, ты маг. Думаю, ты оценишь вот это. Смотрите. Заходим к нему в книге. И покупаем. Ищем, ищем, ищем. Вот, друзья. В том заклинании пепельная скорлупа. Уникальная. И нифига себе какая классная в своем роде. И это изменение, друзья. И еще одно НО. У вас должно быть изменение прокачано до 40. Только тогда пепельная скорлупа появится у него в продаже. Цели. Если сопротивление не сработало, покрываются твердой пепельной оболочкой. И не могут двигаться в течении 30 секунд. О, да. О, это мне нужно. И сейчас давайте ее опробуем. Ну что, ребят. Давайте я вам покажу. На что способна эта магия. Это нифига себе какое огромное преимущество, когда вы любите поиграть в одиночке. А против вас огромное количество воргов. Вы просто заморозили. Где вам не нравится? И поодиночке расправляетесь с теми, кто максимально слабенький. И так само, понимаете, это невероятное преимущество. Просто по одному, по одному их вырезаете. Вау. Как оно мне сильно помогало на легендарной сложности, друзья. Вы просто представить себе не можете. Ладно. Едем дальше. Следующий секрет, друзья. Это самые высокие горы на Солдсхеме. Вот. Пикфрукт. Когда вы их открываете, у вас даже открывается специальная секретная ячейка в достижениях Steam. И вы их сможете открыть только тогда, когда заберетесь на самую вершину. Первая вершина у нас вот. Вот смотрите. Корстага замок. Вот на карте. Это Пикфрукт. Следующая вершина. Вот она. Смотрите. Вам нужно вот туда забраться. Пик Мортрак. Вот первая. Пикфрукт. Вот вторая. Смотрите, как хорошо видно замок Корстага. Его трон. Господи, как тяжело сюда было забраться, друзья. Но возможно. Дальше. Третья вершина. Она называется гора Моэсринг. Вот у нас база риклингов. Корабль с Морровинда, который разбился. И последняя вершина. И последняя вершина, друзья, у нас. Вот она. Пик Хвидкальт. Да. Вот она, недалеко от Вороньи Скалы. Откройте. Откройте. Заберитесь на эти вершины. Вау. И последняя, друзья. На сегодня пасхалка. Это вот. Смотрите. Карта Мира. Мы сейчас. Ангвунт. Гробница. И смотрите. Заходим вот сюда. Тут у нас открытый сундук. И внутри рукоять сломанного стального меча. Вот он. Смотрите. На самом деле, это было бы круто пасхалке, например, к властелину колец. Да? Но, друзья, оказывается, сломанное оружие. Это не одно в игре Скайрим. Еще одно сломанное оружие, друзья. Мы можем найти на соцсхеме. Это дом Хрудольфа. Снизу. Здесь вот такая вот лодка. И... Отдыхай. Вот. Смотрите. Наконечник сломанного железного топора. И рукоять. Точнее, стоп. Нет. Только-только наконечник. Таким образом, в игре несколько. Несколько таких вот вещей. Смотрите. Вот. Это оружие нельзя взять в руки. Оно как декорация. Но... Почему? И, между прочим, это еще не все, друзья. Гробница из Громора, друзья. При входе мы видим еще один рукоять сломанного железного меча. Но здесь еще можно взять и лезвие. Таким образом, у нас несколько-несколько вещей. Которые мы просто не можем использовать. Оно просто как коллекция. Ну, может быть, его где-то можно использовать, друзья. Вдруг вы представьте, это специальные вещи, которые нужно собрать по всему Скайриму и где-то сложить. Если есть у кого-то какие-то предложения, какие-то идеи по этим видам оружия и этим осколкам, друзья, присылайте мне в комментарии. И что вы думаете? Может, есть какое-то место, вы туда это все складываете и что-то происходит. Что-то, черт подери, происходит. Я не знаю, друзья, но мне кажется, это какая-то тайна. А что думаете вы? Ладик, друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. И будем еще, еще, еще узнавать много всего нового. Счастья и пока вам! Счастья и пока!